В рамках проведения форума в Государственном университете прошел круглый стол между приглашенными гостями и представителями общественности, преподавателями университета. Основная тема обсуждения – 15 лет мира в Южной Осетии. Кроме того, обговорены проблемные вопросы журналистики. Особо было отмечено, что Республика Южная Осетия за все эти годы после воцарившегося мира планомерно и вполне осязаемо развивается. С моей точки зрения, самая благоприятная территория сегодня, если говорить о точке роста на постсоветскую пространство, это, конечно же, Южная Осетия. Благодаря тому, что так сложилась ситуация в целом на постсоветскую пространство, другие у нас республики находятся в очень сложной ситуации, да, и Приднестровье, и Донбасса, и так далее. Но в Южной Осетии, да, я считаю, что есть смысл, и более того, не смысл, а есть такая возможность, против которой российское руководство не только не будет возражать, а оно, я считаю, поведется на это, да, нужно просто быть более настойчивым в продвижении инноваций экономических, культурных, каких угодно, чтобы Южная Осетия стала не только локомотивом каких-то процессов развития, но и в том числе такой вот витвиной, что ли. Председателем Союза журналистов Батрадзом Харебовым было отмечено весомое значение СМИ. По его словам, их роль актуальна и имеет первостепенное значение, особенно при освещении журналистам событий и зоны боевых действий. Мобилизация информационных ресурсов была уникальной до признания независимости республики. Таким образом, важным пропагандистским органам проведена нелегкая работа, отметил Харебов. Работа в те времена, во время первой войны, мы ее так называем, первая война, нашей первой войны, была действительно своеобразной во всех отношениях, потому что к нам за эти два года прибыло более 1500 журналистов из 56 стран. Большая часть, конечно, была из российских регуляций. И тогда возможности для пребывания здесь были минимальными. Не было гостиниц, не было точек общественного питания, не было тепла, не было света и все такое. И главное, невозможно было оперативно передавать информацию. Потому что поэтому почти все журналисты, которые пребывали утром, к вечеру они уйтили. За это время их надо было насыдить информацией настолько, чтобы она как-то имела какой-то вес. Ну и для этого уже были подготовлены нами какой-то пакет документов, какие-то сведения, фотоматериалы. И это все преддавалось, чтобы каждый журналист, который здесь побывал, они могли бы сказать правду о том, что здесь происходит. За весь период национально-освободительной борьбы Южная Осетия имела существенную поддержку со стороны России, которая до сих пор непоголебимо отстаивает интересы нашего молодого государства. Поэтому признание Российской Федерации независимости Южной Осетии является событием национального значения в обеих странах. Признание Российской Федерации нашей республики – это такой шанс для всего прогрессивного, для всех, вот, бурящего за свою независимость, шанс на реализацию международного права, которое фактически все эти годы было попрано. И вот Российская Федерация фактически показала, что есть международное право, им надо пользоваться, и она воспользовалась. Обсуждая причины и итоги войн, мы забываем говорить о мире и постулировать его необходимость, отметил в своем выступлении военный корреспондент, освещающий события августа 2008-го. Важно остановиться, смотреться и почувствовать полной грудью долгожданный мир, отметил репортер. Когда мы детьми оказывались рядом со столом, или проходили, или слышали разговоры, люди поднимали бокалы, говорили тост, за мир они говорили. А нам казалось, а что они там за мир пьют? Мы же живем так мирно, хорошо, а почему они такое внимание этому уделяют? Особенно старшее поколение дедушки, бабушки, родители. И только потом, когда вот это все началось в нашей стране, о причинах произошедшего, мы уже начали говорить, ты понимаешь, все мы этому делаем. Поэтому 15 лет мира в Южной Осетии, это не только ваше достояние. Я считаю, что это достояние, ну как минимум регионального масштаба точно, этот опыт надо проанализировать, понять, осознать, что сложилось как бы само по себе, а что сложилось благодаря усилиям, чьим усилиям, в какой сфере, в каком секторе. Участники круглого стола также обсудили приоритеты и перспективы развития молодежной политики, в том числе и в рамках двусторонних отношений Южной Осетии и России. Яна Плеева, Александр Кукоев, информационный выпуск «Сегодня».